Здравствуйте! Мы с Жанной Карельной и Юрием Соколовским, работающими в Европейском парламенте, хотим обсудить предстоящие очень важные события с сентября 2021 года, это выборы в Германии в сентябре 2019 года, как известно, выборы в Российскую Государственную Думу, а вот 26 сентября выборы в Германии. И находясь в Европейском Союзе, работая вместе с коллегами из Германии, работая с депутатами от партии «Зеленых», имеющей определенные свои хорошие шансы на прохождение в качестве одного из лидеров в Бундестаг, мы, конечно же, очень следим, и вся Европа, не побоюсь слова, следит за тем, что же произойдет в Германии, кто победит, какая сложится правящая коалиция. Я предлагаю Жане и Юрию на эту тему, обсудить эту тему и поделиться своими прогнозами. Выборы в Германии – это, конечно, очень важное событие для всего Евросоюза. Понятно, что Анжела Меркель работала столько лет, это была стабильность, она была предсказуемая, она была понятна, как она поступит, все очень ценили ее работу, и сейчас три совершенно новых кандидата, новых лица, во всяком случае, для других европейских стран, Германии – это неизвестно, и, в принципе, все с большим интересом следят за этим процессом. И да, действительно, наша партия «Зеленых», у них есть хорошие шансы. Ну, и наша, мы будем делать сразу, давайте оговоримся. Наша партия «Европейский свободный альянс», наши коллеги, партнеры по фракции. Наши коллеги партии «Зеленых» немецкие «Зеленые», но их кандидат, она такая умеренно зеленая, я бы сказала, потому что она не придерживается многих очень резких. Мы все с ней лично знакомы, она была помощником депутата Элизабет Шеттер, работавшей вместе со мной в комитете по занятости. Ну, и дальше пошла делать карьеру, уже стала депутатом Бундестага, Анна-Лена Ирбек, и сейчас является лидером, кандидатом в канцлеры, и в случае, если победит по германской конституции, у них победившая партия, ну, не так это точно, но это уже традиция, иного не было на всей протяжении истории Федеративной Республики Германия, лидер победившей партии или представитель победившей партии, кого они назначат, таково, становится канцлером Германии. И в случае зелёных, я уже так напомню, это Анна-Лена Ирбек, в случае христианских демократов партии, от которой стала канцлером Ангела Меркель, это Армин Лошет, и социал-демократы тут вдруг поднеслись сюрприз, они были всё время подстававших, соревновались по количеству голосов как в качестве лидеров зелёные с христианскими демократами, а тут вдруг взял и тех, и других опередил социал-демократ, нынешний министр финансов мира. Шольц, да. Не, ну, во-первых, да, действительно, Германия очень важная страна, после ухода Великобритании из Европейского Союза, центр тяжести ещё больше сместился в Германию, то есть это и экономический центр, и теперь, можно сказать, и политический центр, центр политической воли, в том числе и Европейского Союза. Поэтому эти выборы очень важны. И, кстати, например, вопрос о взаимоотношении с той же самой Россией, это тоже очень важный вопрос, который может затронуть эти выборы. Действительно, то есть, заканчивается эра Ангела Меркель, то есть она фактически, по-моему, 17 лет с 2004 года, 17 лет она руководила страной. И последнее, дело в том, что последние выборы, особенно последние выборы, это был в отум доверие ей как канцлеру, и, скажем, значительная часть избирателей, которые поддержали её партию на выборах, поддерживали даже не её партию, а поддерживали её саму. Вот теперь она уходит, и там образовалась огромнейшая дыра. И теперь проблема того, кто займёт её место, господин Лошет, о том, каким образом можно эту огромную дыру занять. То есть у него такого высокого авторитета, как у Ангела Меркель, нету, и поэтому его... Да ещё он его подорвал, улыбнувшись неподходящим. Да, вот он был, это такой, кстати, один из эпизодов таких. Из этих районов наводнённых водой. Да, во время этого он как бы смеялся, и как-то камера поймала его, когда он смеётся, кому-то что-то рассказывает, или ему кто-то что-то смешное рассказывает. Это очень сильно не понравилось. Но он был на заднем плане, собственно, это естественно. Да, но это вот вопрос о том, что когда у тебя есть большой авторитет, то ты можешь и позволить себе какие-то вещи. Политик не должен ковыряться в носу. Да, вот. Но и второй момент, что сейчас, видимо, фактически люди не голосовали на предыдущих выборах за вот эту партию христианских демократов, они голосовали за канцлера Мерки. А сейчас им предстоит выбор между, собственно, партиями. И сейчас очень интересно, что если в какой-то момент христианские демократы были лидерами, в какой-то момент партия зелёных была лидеров, то сейчас очень и очень резко, если мы посмотрим даже графики о вопросах населения перед выборами, то мы видим сейчас резкий-резкий рост популярности социал-демократы и их кандидата Шольца. Они сейчас резко опережают и христианских демократов, и зелёных. Также очень интересно, ещё кто будет четвёртым в этом соревновании, потому что вполне возможно, что победитель не возьмёт всё. Победителю нужно составлять будет коалицию, и может быть не с одной, а даже с двумя партиями. И вот социал-демократы уже объявили в том, что они как партнёры для будущей коалиции видят именно зелёных, но не христианских демократов. Это логично, потому что это другая идеология. Да, но при этом на протяжении двух сроков передвыборных коалиция-то была как раз красно-синяя. То есть христианские демократы и социал-демократы, две крупнейшие партии, которые по традициям западной демократии должны друг друга менять. Сначала правые, потом левые. Левые что-то слишком в социалку ударились, плохо развивается бизнес, притормозили конкуренцию. Ага, власть идёт к правым, правые дают приватизацию национализированной иранной предприятия, снижают налоги и либеральные рыночные механизмы как бы начинают оживлять экономику. И вот такой баланс он происходит и в Соединённых Штатах, и в Великобритании, там консерваторы-либористы, и в Германии на протяжении долгого времени крестьянские демократы, социал-демократы. И вдруг всё смешалось, как бы, и на протяжении уже длительного времени коалиция вот этих двух пазей, которые как бы должны друг за другом следить, друг друга критиковать и сменять на очередных выборах. То есть крестьянские демократы вместе с социал-демократами в Германии, вот такая право-левая коалиция, и сейчас по прогнозу всё, да, её не получится. Ну, по прогнозу она может быть, но если выигрывают социал-демократы, то, вероятно, они не пойдут в коалицию именно с крестьянскими демократами. И с точки зрения как бы нас, как тоже левых политиков, это хорошо, потому что социал-демократы потерялись. Почему они не побеждали на протяжении и давали спокойно Меркель выигрывать? Потому что их политика особенно не отличалась от крестьянских демократов. С одной стороны, как бы эти правые уже не такие правые, они и про социальную справедливость говорят, и про зелёность говорят, и про охрану окружающей среды. С другой стороны, левые уже становятся нелевыми, и это давало шансы партии Делинки. Левой партии родом из ГДР, хорошие результаты брать, именно к ним многие бывшие избиратели социал-демократов переходили. Ну а если мы говорим, то есть для экономики Германии, конечно, вот может быть, эта центристская коалиция была и хороша, потому что там как бы все механизмы были задействованы, и правой политики, и левой политики, экономической. А вот во внешней политике мы знаем, что бывший канцлер Шрёдер, это последний канцлер социал-демократов, он работает в компаниях, строивших Нордстрим. И какое отношение, вот Шольц как-то, может быть, я не заметила, мне кажется, он очень осторожен по поводу этого Нордстрима, вы высказываете, что там от него исходит. Он же сейчас министр правительства Меркель, он в таком очень странном положении находится. Ну, там есть тоже, есть определенное, определенное коммерческое лобби, промышленное лобби, которое, например, заинтересовано в том, что был бы гарантированный доступ к дешевому газу, во всяком случае, ближайшие 10-15 лет, и, естественно, это они лоббировали и в том числе, и то, чтобы этот Нордстрим был бы построен. И социал-демократы, они в какой-то степени тоже были, скажем так, они поддерживали, поддерживали это, да, ну, хотя они тоже достаточно в такой тяжелой, сложной ситуации находились. Но они же при этом голосуют за антироссийские. Они голосуют, конечно, там есть очень, очень разные крылья, а социал-демократы, да, они совсем не едины, они, во-первых, в астранах делятся очень сильно, если мы говорим про Европарламент, они с каждой страной совершенно разные. Ну, наши социал-демократы в лице представителей согласия и Центра Честь служит Риге, да, по списку согласия избранных. Они там дружно голосуют со всякими осуждениями России за все, в том числе и за Нордстрим. Ну, да, но они, видимо, не сильно разбираются в каждой поправке поданы, потому что, что касается Нордстрим, не знаю, по фракции социал-демократов есть большие споры, поэтому конкретно, что касается Нордстрим, в принципе, если посмотреть на некоторым голосованием, это не касается наших латвийских коллег, это касается других стран, там действительно у них не единые голосования идут. Ну, а социал-демократы, у них очень такой тяжелой ситуации находятся, хоть, собственно, социал-демократы во многих странах Европейского Союза, то есть у них есть два таких основных направлениях, это классические социал-демократы, которые опираются на профсоюзы и связаны очень сильно с рабочим движением, с рабочим классом, и второе, некая такая прогрессивная, больше городская молодежь, такая более интернациональная, которая поддерживает городские интеллектуалы, и поэтому иногда происходит очень большой конфликт, то есть вопрос, например, то же самое, а что делать с промышленностью, то есть с одной стороны, вот профсоюзы и те люди, которые работают на вот этих заводах, они хотят, чтобы, не хотят сильно, чтобы их рабочие места сохранились, они опасаются каких-то перемен, да, с другой стороны, вот некоторая прогрессивная крыла, она требует этих перемен, и оно требует, и вот во многих странах, они больше по домам работают, да, да, то есть там айтишники, фрилансеры, да, то есть какие-то такие творческие профессии, академические там, преподаватели. Ну, на них эти перемены не скажутся, они будут просто в другой реальности. То есть периодически вот этот конфликт он делает, и руководству всегда приходится маневрировать, да, то есть при принятии какого-либо решения, да, то есть все-таки принять решение. Мы видим тоже не только в Германии, да, то есть мы видим тоже самое в Великобритании либористы, очень-очень сильно, с одной стороны, это лондонская часть их избирателей, а с другой стороны, это избиратели... Они еще пока с консерваторами правительства не входили. Да, они не входили, но тем не менее с этой проблемой они сталкиваются, да, что вот есть промышленная зона в Великобритании, где их избиратели, традиционные избиратели, и Лондон, да, который, естественно, там гораздо более прогрессивный. И вот консерваторам на прошлых выборах в Великобритании удалось часть традиционных избирательных округов, которые всегда в огромном количестве, больше 50 лет голосовали за либористов, переманить себе, потому что они хотят быть... Эти люди голосовали за Брекзит, эти люди хотят более, даже так, осторожны к глобализационным процентам, они как консерваторы, да, то есть это... И вот это социал-демократическое движение, вот этот вопрос, как остаться со своим прежним избирателем, да, который сокращается, или же пытаться искать новое. Но новое большая конкуренция, да, а старые тоже уходят, например, как ни парадоксально, есть даже случаи о том, что профсоюзы, которые там, которые работают на автомобильных заводах, они становятся не левыми, а правыми, да, и даже некоторых там устанавливается другой совершенно режим. То есть мы свидетели такого очень большого, больших-больших перемен. Поэтому эти выборы для социал-демократов Германии очень-очень важны, и то, что они были в позиции младшего брата так долго и вынуждены на достаточно унизительной ситуации, это сказывалось. Они усыхали, усыхали, усыхали. Ну, теперь у них есть... И провалился наш бывший председатель Европарламента на прошлых выборах Мартин Шульц, покинувший Брюссель ради того, чтобы поднять рейтинг социал-демократов в Германии, выиграть выборы, с треском провалился, отказался уже от дальнейшего участия в политике и вдруг как из коробочки такое в шкатулочке выскакивает министр Шульц. Да, Олаф Шульц. Нет, но мне кажется, что это сейчас не столько борьба идеологии идет в Германии, по большому счету это борьба лидеров, потому что люди смотрят в первую очередь на председатуре будущего канцлера и в этом плане действительно выигрывают социал-демократы Олаф Шульц очень-очень многим симпатичен. И похоже, что вспомнят времена Шрёдера сейчас дружащего очень с Россией и, наверное, от социал-демократов вот тут будет интрига зеленые со своими такими традиционными антироссийскими позициями, но при этом если они становятся партнерами всё-таки социал-демократов по коалиции, я думаю, так же, как в своё время Ёшка Фишер, ставший в коалиции с социал-демократами министром иностранных дел, перестанет быть таким нетерпимым, по нему это точно так с ним было, и вполне прагматичную политику, несмотря на всё своё бунтарское прошлое 68-го года, Ёшка Фишер вёл и был таким вполне разумным министром иностранных дел, поэтому Анна-Лена Бербук или другие представители партии зелёных, а мы хорошо знаем, работали со многими в одной фракции в Европарламенте, сейчас могут стать министрами новой лево-зелёной, красно-зелёной коалиции, это будет интересно, так что дождёмся последнего воскресенья сентября и посмотрим и встретимся с вами, обсудим уже результаты как российских, так и германских выборов.